всем привет с вами оксана майкова я помогаю инвестировать в недвижимость испании максимально выгодно и безопасно и сейчас очень много вопросов и информации в прессе о том что русским закрывают счета в банках испании или ну то что открыть сейчас все более сложнее становится с российским или украинским паспортом я сейчас имею ввиду всех братьев-славян то есть это действительно так одна из просьбы или одна из одной из правил при открытии счета и скажем так его продление это подтверждение ваших годовых доходов то сейчас вот это запрашивают везде во всех банков поэтому если вам пришло письмо вы так сильно не бойтесь и не слушайте никого кто говорит что вам просто испания хотела бы закрыть счет в банке нет просто вам нужно перевести ваши декларации налоговые и предоставить их в банк до ваш в офис где вы открывали счет то есть переводчиков у нас в ангалусе я сейчас говорю про по ангалусе государственных переводчиков он у нас один если вы переводите в консульстве в россии или в украине такие переводы не считаются не принимаются поэтому вам нужен не то что апостелированный вам нужен переводчик официальный переводчик от испанского правительства как они это называют и вот один из них есть центре марберта съесть как такой переводчик вот такая вот папочка документов я сейчас перевела да здесь ну может быть не знаю сколько листочков не так много но вы видите да то есть по толщине вот это вот папочка стоит 350 евро поэтому она для меня сейчас очень ценно поеду подавать банк то есть отдавать люди уехали я осталась то всегда нужно позаботиться что кто-то у вас был кто-то управлял вашей недвижимостью здесь и мог решить какие-то ваши вопросы а для этого нужна доверенность но об этом вдруг Тоже его все писатели, современники описывают. Очень престижно в нем становиться. Но рекламу я не делаю, да? Вот сейчас вот с правой стороны начнется частная резиденция шейха Заудовской Аравии. Вот за тем мостом, который дальше. Я смотрю по сторонам и очень сильно смотрю, что нигде не было камеры или полиции. Да. Вот она, если вы увидите, сейчас мечеть. А, нет, это вообще-то еще не доехали. Не доехали еще. Она будет с правой стороны. То есть сейчас мы находимся в центре Золотой Мили, вот за тем мостом, да, резиденция. Смотрите, какое шикарное место в Истепоне. В Истепоне вообще безумные широкие пляжи. Ну, потому что сейчас все равно рынок развивается в эту сторону. Недорогой рынок, недорогой, недорогой. Ну, кстати, сейчас здесь все больше появляется, еще и миллионников и так далее. Но, тем не менее, смотрите, какие широченные, безумно широкие пляжи. И сейчас температура 28 градусов. И в банке мы сейчас говорили с банкиром о том, что всего один переводчик с русского языка на испанский, именно Huzgado. То есть такой специализированный переводчик. И он говорит, ну что, пойдем учиться, наверное, на переводчиков и будем много зарабатывать. Я говорю, так а если много зарабатывать, куда их тратить, если ты целый день будешь карпеть над этими бумажками. То есть каждый выбирает свое. В принципе, даже если вот твой день документы по банкам забираешь, ну, то есть такая работа посредническая. То есть, в любом случае, ты имеешь возможность, конечно, я не могу сейчас снять платье и побежать на пляж, потому что впереди еще один банк. Но, в принципе, до двух нужно все успеть. В Испании все работает до двух часов. И есть возможность, пусть даже в таком виде, да, наслаждаться тем, что вокруг тебя. Такой свободной работы, свободного графика. Можно присесть, выпить кофе, боюсь, просто не успеем, сейчас надо переехать в другой город. Но, тем не менее, там мы обязательно остановимся, выпьем кофе, посидим и поглазеем на людей, на отдых, на курорты. Вот так вот. Что я думаю. Ничего не говорю, еду очень аккуратно. Вот она мечеть. Это частная мечеть. И вот это все вот резиденция. Резиденция шейха. Очень такое яркое время, когда он сюда приезжает. То есть магазины к этому готовятся задолго. Ну, я не люблю тему магазинов. То есть, конечно, мало что увидим, но вот за этими пальмами, вот за этими там как раз и дом, копия белого дома повторяет. Я вообще не любитель вот таких вот вещей, но знаете, вдруг вам интересно. Просто иногда хочется снимать какие-то вещи такие, какие-то места особенные. Пусть оно будет особенным, раз я сюда случайно завернула по пути в банк. Да, вот тут еще и стоит где-то радар. То есть вот такая вот история. Думаю, хватит. А мы едем. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.